Присаживайтесь, меня зовут Фадеев Валентин Викторович, я эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии 1-го Московского государственного университета имени Сечинова, член-корреспондент Российской академии наук. Мы сегодня поговорим о проблеме преддиабета, ранней диагностики диабета и вообще проблематике того, что есть это понятие и насколько оно оправдано с позиции клинической, с позиции рисков, которые несет заболевание это, как, собственно говоря, это заболевание, когда я говорю, имею в виду, что все, что вместе, диабет и преддиабет, потому что, на мой взгляд, никакой разницы между ними нет за исключением, ну, за одним исключением, о котором мы поговорим чуть дальше. Начну немножко издалека, чтобы концепция, которую я буду проводить, была в полной мере понятна. Значит, на сегодняшний день не секрет, это, собственно говоря, известно очень хорошо, что сахарный диабет, в общем, воспринимается через призму сердечно-сосудистого риска. То есть сахарный диабет, в силу того, что пациенты в основном умирают и инвалидизируются, собственно говоря, от сердечно-сосудистых заболеваний, и при диабете риск сердечно-сосудистой патологии многократно повышен, в этой связи он и воспринимается, по сути, как сердечно-сосудистые заболевания, правда, значительно более сложные, чем отдельные какие-то болезни, там, сердца и сосудов. Ну, в общем, фактов, которые свидетельствуют об этом, очень много, собственно говоря, ну и в целом в общей популяции, да, заболеваемость сердечно-сосудистой патологии очень высока, но при диабете почему-то она выше многократно. Кстати, ответ на вопрос, почему она столь высока, не столь очевиден, как кажется, да, даже такой простой вопрос, почему при диабете смертность заболеваемость сердечно-сосудистой патологии высока, понятно, не вполне. Тем не менее, ну вот просто одно семилетнее исследование EAST-STUDY, в котором просто оценивался риск и вероятность развития инфаркта миокарда у пациентов, перенесших инфаркт миокарда в прошлом, да, с сахарным диабетом или без него. Ну, безусловно, риск повторного инфаркта у лиц, которые его уже один раз перенесли, ну, самый, наверное, высокий, процентов около 20. Так вот, оказалось, что у лиц с сахарным диабетом, не перенесших инфаркт миокарда, риск инфаркта такой же, как у лиц без диабета, но перенесших его в прошлом. То есть, в общем и целом, сам факт наличия у пациента с сахарного диабета – это эквивалент инфаркта миокарда, и, в общем, это возводит наличие диабета в очень высокий сердечно-сосудистый риск, что требует соответствующих профилактических мероприятий. Давайте разберемся в том, когда формируется этот риск и в чем он, собственно, состоит в первую очередь, и чем отличается в этой связи преддиабет от, собственно, сахарного диабета. Для этого нужно порассуждать о глюкозе, о гипергликемии, как о факторе каких-то осложнений, ассоциированных с сахарным диабетом. Ну, очень хорошо известно исследование DCCT, исследование с первым типом сахарного диабета, то есть вызвавшее буквально бурю оваций, в начале 90-х годов, в котором было показано, что интенсивное лечение диабета первого типа в существенной мере замедляет риск развития микрососудистых осложнений. В дальнейшем сюда подошло, подоспело, скажем так, британское проспективное исследование, пожалуй, самое цитируемое в диабетологии, хоть уже имеющее историческое значение, британское проспективное исследование, в котором было показано, что более интенсивная компенсация по гликемическому компоненту сахарного диабета имеет преимущество в плане профилактики осложнений. Но нужно, скажем так, заметить один очень важный момент. Речь шла о пациентах с впервые выявленным диабетом, то есть это заболевание было на достаточно ранних стадиях. Это очень важно отметить. Почему? Дело в том, что в дальнейшем возникла концепция, что да, действительно диабет – это сахарный диабет, да, соответственно, коль он сахарный, значит, нам нужно лечить сахар, то бишь надо сахар снижать. И вот вам, пожалуйста, DCCT, вот вам британское исследование, вот свидетельство. И где-то, ну скажем так, в первой половине двухтысячных, да, где-то до 2009-2008 года доминировала концепция жесткой компенсации диабета, да, то есть мы говорили о том, что сахар надо снижать как можно ниже. Но, увы, концепция потерпела фиаско, потому что вышли крупные проспективные исследования, которые были включены пациентами с впервые выявленным сахарным диабетом, а, собственно говоря, с заболеванием, которое уже на продвинутых стадиях, и уже у пациентов есть сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, и, соответственно, у них уже были в анамнезе некие сердечно-сосудистые события, да. Так вот, жесткая компенсация в этой группе не привела никаким позитивам, да. Вы можете видеть, что смертность не снизилась, да, в этой ситуации. И, в общем, вот эти четыре проспективные исследования, причем колоссальные, огромные, межнациональные, межконтинентальные даже, они, собственно, ну, практически развенчали глюкозоцентрическую теорию. То есть, фактически здесь было показано, что сама по себе компенсация по гликемии, не жесткая компенсация по гликемии, не обуславливает, не приводит к снижению сердечно-сосудистого риска. То есть, вопрос о том, отчего у пациента с сахарным диабетом повышен сердечно-сосудистый риск, остается вопросом. Если гипергликемия не является таким уж мощным фактором сердечно-сосудистого риска, тогда что? Почему тогда при диабете, почему пациенты с сахарным диабетом так часто умирают от сердечно-сосудистых заболеваний? В противоположность этому очень хорошо показано многочисленными исследованиями, что компенсация по так называемым традиционным сердечно-сосудистым факторам риска, да, дислепидемия, в частности, путем назначения статинов, компенсация по артериальной гипертензии, то есть просто назначение адекватной комплексной гипотензивной терапии резко снижает сердечно-сосудистый риск. Ну, вот здесь исследование с аторвостатином, например, буквально спустя несколько лет, спустя пару лет буквально назначение аторвостатина снижает риск сердечно-сосудистых событий практически на 40%. Да, это мощнейшая цифра, до которой как бы никогда не доберутся, хотя все может быть, но никогда не доберутся сахароснижающие препараты, которые так резко этот риск никогда не снизят. То же самое касается, посмотрите, артериальной гипертензии. Она, безусловно, компенсация по артериальной гипертензии снижает этот риск еще больше. Да, то есть известный, самый, пожалуй, известный мощный фактор сердечно-сосудистого риска артериальной гипертензии. Итак, получается в итоге что? Компенсация по сердечно-сосудистым традиционным факторам риска снижает смертность от поздних осложнений диабета, в частности от инфаркта, инсульта и вообще в целом сердечно-сосудистую смертность так называемую конечную комбинированную сердечно-сосудистую точку. И давайте посмотрим вот на эту схему естественного течения сахарного диабета второго типа и на ней мы постараемся объяснить концепцию диабет-предиабет, которая вытекает из того, что я, собственно говоря, только что высказал. Итак, сахарный диабет. В конце сахарного диабета стоит, как правило, смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, от почечной недостаточности, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность и так далее. Вот чем кончается жизнь пациента с диабетом. Когда начинаются заболевания, приводящие к инвалидизации и к высокой смертности? Если посмотреть на эту схему, то они начинаются еще до того, как мы констатируем у пациента сахарный диабет согласно известным критериям. То есть посмотрите, атеросклероз фактически развивается раньше. Он начинается еще до того, как у пациента формируется хроническая гипергликемия. Вот черта манифестации диабета. Откуда она взялась? Вот цифра глюкозы, которая верифицирует диабет 7,0 в плазме венозной крови. Фактически откуда взялась эта цифра? Она, ну скажем так, не совсем условно, она взялась от исследований, которые изучали, при какой гликемии начинается развитие специфического для диабета осложнения диабетической ретинопатии. То есть ретинопатия, патология сетчатки, фактически это микроангиопатия. То есть констатация диабета происходит от микроангиопатии, но пациенты-то умирают от атеросклеротических изменений в сосудах. То есть посмотрите, чем фактически отличается диабет от преддиабета? Ну здесь НТГ, нарушенная либо тыщаковой гликемией, либо толерантность к глюкозе. Преддиабет. Мы сейчас увидим критерии постановки этого диагноза. То есть преддиабет от диабета отличается чем? Уровнем сахара, да? То есть если там сахар 6,5, это еще преддиабет, а если 7,2, это уже диабет. Десятые доли миллимолей в литре. Возникает вопрос, собственно говоря, а сердечно-сосудистый риск чем-то отличается? Да, это степень гипергликемии, гипергликемии. Но мы только что с вами пришли к тому, что, собственно, гипергликемия как фактор сердечно-сосудистого риска, в общем, остается недоказанным. То есть это недоказанный компонент риска. Как минимум, умеренная гипергликемия – большой вопрос, повышает ли она как таковой риск. Собственно говоря, и компенсация, жесткая компенсация по гликемии, она четко была показана в группе пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, она не приводит к снижению смертности. То есть отсюда можно сделать какой вывод? Атеросклероз, то есть то, что в итоге приводит к смерти, к инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность. Все это развивается до формирования гипергликемии. И, собственно говоря, отсюда несколько выводов. Первое. По сути дела, сердечно-сосудистый риск при преддиабете и диабете абсолютно одинаков. Это одно заболевание с позиции сердечно-сосудистого риска. И разделение диабета на преддиабет, оно происходит по уровню гликемии и никак совершенно не по степени риска развития фатальных осложнений. Это очень важно понимать. И действительно, чем отличаются, по сути дела, вот в реалиях с патогенетических позиций преддиабет и диабет? Они отличаются степенью гипергликемии, значит, фактически они отличаются выраженностью дисфункции бета-клеток, то есть выраженностью дефицита инсулина. Здесь надо оговориться о том, что сахарный диабет – это всегда дефицит инсулина и второго типа в том числе. То есть действительно, вот они три компонента патогенеза диабета, но если у пациента не будет нарушения продукции инсулина, то есть дисфункции бета-клеток, диабет не разовьется. Инсулинорезистентность, допустим, у лиц с морбидным выраженным ожирением, она может достигать колоссального уровня. Но если при этом нормально работает поджелудочная железа, то есть фактически бета-клетки продуцируют достаточное количество инсулина, то у пациента диабет не разовьется, даже если он весит там 200 килограмм инсулинорезистентность у него колоссальна. То есть сахарный диабет – это всегда дефицит инсулина, и по мере прогрессирования диабета выраженность этого дефицита инсулина увеличивается. Вот по сути отличия преддиабета и диабета. Опять же вернусь и скажу, что это никак не ассоциировано со степенью сердечно-сосудистого риска. Ну вот бета-клетка при диабете второго типа, видно, каким изменениям она подвергается, то есть апоптос, деструкция бета-клеток и, соответственно, манифестация и дальнейшее развитие диабета. По сути дела, на момент манифестации сахарного диабета второго типа уже порядка 70% бета-клеток не функционирует. Получается, у нас с вами две не совсем параллельные линии, то есть не совсем взаимозависимые линии. Первый момент – прогрессия самого сахарного диабета. Суть от преддиабета до диабета. Суть этой прогрессии – усиление выраженности бета-клеточной дисфункции и усугубление дефицита инсулина. Это одна линия. Вторая линия – это сердечно-сосудистый риск. Так вот, сердечно-сосудистый риск от степени дефицита инсулина, то есть степени гипергликемии, зависит не так уж и сильно. Отсюда, это, ну, вот, по сути дела, преддиабет, его критерии, его определение, понятие это. Постановка диагноза диабета имеет социальные последствия, да, пациент уже, так сказать, попадает в регистры, попадает в некие льготные категории. Вот, сколько это продлится, неизвестно, но тем не менее. Но, как врачам, нам надо прекрасно понимать, что, в общем, разницы для нас между диабетом и преддиабетом фактически нет, если мы занимаемся тем, что профилактизируем инвалидизацию и пытаемся снизить риск смерти, да, риск смерти. То есть, все то, что касается критериев компенсации сахарного диабета, справедливо как для диабета, так и для преддиабета, да. Итак, вот цифры, да, их не надо выдумывать, это цифры, которые учреждаются Всемирной организацией здравоохранения различными диабетическими ассоциациями, утверждаются, собственно говоря, приказами Минздрава и так далее. Поэтому вот действительно эти показатели. Они двоякие, есть кликированный гемоглобин, есть глюкозоплазманный доощак и есть, собственно говоря, оральный глюкозотолерантный тест. Вот три инструмента, которые мы используем для диагностики. Фактически. Ну, примерно алгоритм выглядит вот так, да, я не буду проговаривать эти цифры. Там, где есть цифры, там есть условность. Но я опять же приведу пример. Если у пациента 6,8 это преддиабет, 7,2 уже диабет, да, фактически что, какая разница здесь? Разница в том, что, наверное, в ситуации более высокого сахара мы будем занимать, наша сахароснижающая терапия будет более интенсивной. Но сердечно-сосудистый риск одинаков и там, и там. Поэтому наши профилактические воздействия на сердечно-сосудистый риск должны быть одинаковыми. Я имею в виду, что компенсация по традиционным факторам сердечно-сосудистого риска. Это дислепидемия и артериальная гипертензия. И здесь это вмешательство должно быть достаточно жестким. Я думаю, что статины необходимо назначать уже сразу при преддиабете. Вопрос, обратима ли ситуация, да, то есть может ли преддиабет не перейти в сахарный диабет. Уверенного ответа на этот вопрос нет. Уверенного ответа на этот вопрос нет. Почему? Дело в том, что преддиабет это уже запущенный процесс апоптоза, разрушения бета-клеток. Если он уже начался, то на сегодняшний день мы не знаем никаких средств, которые могли бы замедлить этот процесс. Ну или, кстати говоря, наоборот, мы не знаем, что его усиливает. Есть некие идеи насчет того, что препараты инкретинового ряда, то есть ингибиторы ДПП-4 и агонисты ГЛП-1, они могут неким образом замедлить эти процессы, но, собственно, доказательства этому существуют только на уровне культуры клеток, культуры тканей и никак не у живых людей. Поэтому, да, действительно, есть исследования, вот в частности, diabetes preventive program, то есть попытка назначения метформина в ситуации преддиабета, да, действительно, к каким-то результатам привела, да, к каким-то, но далеко не у всех, во-первых, да, посмотрите, все-таки кривые-таки они уходят вверх, выше и выше с каждым годом. Самым эффективным оказалась нормализация образа жизни, в то же время это самое дорогое вмешательство, потому что здесь и в реальной жизни вряд ли осуществимы в таких масштабах, как это делалось в исследовании diabetes preventive DPP, да, то есть diabetes preventive program. То есть здесь, во-первых, пациентам платили за фитнес-инструкторов, их заставляли там бегать, им платили за это деньги фактически даже, то есть они питались отдельно, то есть все это приводило к позитиву, но в реалиях это никто не будет вот так вот над собой, грубо говоря, как говорят наши пациенты, издеваться и бегать там по стадиону и питаться совершенно непривычной им едой. Поэтому, в общем, вопрос о профилактическом воздействии, чего бы то ни было при диабете, он, ну, да, возможно. Образ жизни – да, метформин – да, ну, вот пролонгированная часть ДПП, да, diabetes preventive program, действительно, за 10 лет отсрочился сахарный диабет, снизилась его вероятность при изменении образа жизни, но это, опять же, очень небольшой процент пациентов на это способен, на, видите, 34%, то, что касается метформина на 18. Собственно говоря, что будет дальше, да, большой вопрос, большой вопрос, мы, может быть, предотвратили диабет, но снизили ли мы за счет этого сердечно-сосудистый риск, вопреки тому, что нам представляется вот так слету, что да, снизили? Нет. Ответ этот не столь однозначен. Почему? Да потому что диабет и преддиабет отличаются не кардиориском, да, они отличаются просто уровнем и выраженностью гипергликемии, да, поэтому предотвратили мы диабет из преддиабета развития или не предотвратили. Главное, по сути дела, самое важное – предотвратить исходы, истинные клинические исходы, а не какие-то цифры, да, то есть, опять же, снизить сердечно-сосудистый риск, то есть, о снижении сердечно-сосудистого риска, по сути, это парадигма современной диабетологии, да, в первую очередь мы должны сделать именно это. Ну, было немало исследований, пытались назначать, кстати, достаточно эффективно теазолидиндионы, допустим, пиоглитозон, исследование того же Ральфа де Фронза, весьма эффективно. Кстати, интересно, это же, по сути, сахароснижающие препараты, нужно было их назначить, потом через какое-то время периодически отменять и оценивать углеводный обмен без препарата. Действительно, эффект на предотвращение диабета был, реально был, здесь это можно видеть, ну, вот видите, собственно говоря, интенсивное изменение образа жизни всегда имело лучшие результаты, но надо понимать, что в реалиях это утопия. Единицы, да, наших пациентах меняют образ жизни, и то благодаря мощным поведенческим каким-то программам, понимаете, за 10 минут приема врача вложить в голову пациента, что он должен что-то поменять и что именно, и как, практически невозможно. В то же время часами сидеть с больными, да, часами сидеть с пациентами, разъясняя, так сказать, этим, да, собственно говоря, как нужно, с чего начать и как продвигаться к нормализации питания, физической активности, это колоссальные усилия, педагогические, психологические, да, в общем, понятно, что на это наше здравоохранение не способно. Ну и, собственно говоря, на сегодняшний день зарегистрированы метформины некоторые, как средства для профилактики сахарного диабета при преддиабете. Они могут назначаться, вот, это даже уже не out of label назначение, метформин, но опять же надо помнить о том, что гарантированной профилактики мы в этом плане не получим, это первый момент. Во-вторых, образ жизни, безусловно, да, позволяет достичь лучших результатов, а если вместе с метформином, наверное, ещё лучших. Вот, но, опять же, надо чётко понимать, что даже если представить у нас, что у нас есть какое-то волшебное средство, замедляющее вот этот апоптос и разрушение бета-клеток, то, в общем, повлияет это на кардиориск или не повлияет, уверенности никакой, даже скорее есть неуверенность в этом, в силу того, что глюкозоцентрическая теория патогенеза поздних осложнений диабета, увы, потерпела фиаско. Вывод. На стадии преддиабета мы должны осуществлять, собственно говоря, коррекцию традиционных факторов сердечно-сосудистого риска. Ключевые из них это дислепидемия, которая есть практически всегда, то есть это почти всегда назначение статинов и это назначение гипотензивной терапии. Гипотензивной терапии. Помним об этом. Если у пациента уже развивается сахарный диабет, это свидетельство, по сути дела, далеко зашедшей дисфункции бета-клеток. И в этой ситуации, помимо метформина, уже скорее всего нам понадобится назначение препаратов, ну, скажем так, тропных к бета-клетке, то есть это препараты, которые тем или иным образом стимулируют продукцию инсулина. Сейчас это ниша в большей степени за препаратами инкретинового ряда. Ну, это уже предмет не нашего нынешнего обсуждения. Опять же, ключевой посыл. С патогенетических позиций разницы между преддиабетом и диабетом никакой. Почему? Потому что кардиориск между ними никак не отличается. Большое спасибо.